За несколько дней до начала учебного года во дворе лицея имени Николая Васильевича Гоголя прошла акция протеста. Ее организовали родители десятиклассников, недовольные тем, что без обоснованных на их взгляд причин руководству школы запретили принимать заявление на поступление учащихся в лицейский класс. Есть у нас постановление, что в лицей идут ребята, где набираются две группы – реальный класс и гуманитарный класс. Но у нас всего 18 человек, и поэтому было сказано в Министерстве просвещения, что дети идут в лицей Пушкина. На встречу с протестантами приехали представители местных органов власти и районного управления образованием. Понимаете, наши дети 9 лет проучились в этой школе, их сначала был класс 30 человек, даже 36 было, их разделили. Теперь их опять соединяют. Почему нас кидают туда-то сюда? У вас все равно остается тут 11-12 класс лицейный. 10 класс почему не может учиться здесь? Объясните нам. Объясняю. Значит, есть закон с этого года, что только согласно положению о функционировании лицея, только если есть два класса, реальный и гуманитарный, или два гуманитарных, или два реальных, открывается 10 класс. Дальше. Значит, школа Пушкин, проектная вместимость, скажем так, больше, чем здесь в Гоголь. 1176. На что министерство образования сказали, что реальнее, чтобы в этой школе поставить два класса лицейских, чтобы пришли из этих трех русских школ. Так как лицейское образование дети уже более 16 лет имеют. Они могут поехать туда в институции. Скажите, у всех родителей есть по два, по три лея, по шесть леи в день дать ребенку, помимо того, что еще ребенок должен поесть? Если еще двое в семье. Вот нету. А нам говорят, до девятого класса обязательное образование, дальше мы ответственность за ваших детей не несем. Вот она зашла в школу, мы несем ответственность. А до школы, извините, упала в обморок, не дошла по голове, кто-то дал через ту балку. Извините, кто несет ответственность, если нет элементарных школьного автобуса? Вы же прекрасно знали, что мы идем в ту школу. Почему заранее транспорт не был готов? Вы только сейчас позаботитесь. Ну а о школе той уже позаботились заранее, правильно? Мне стыдно перед своим ребенком, что мы не сумели сделать так, чтобы ей комфортно было учиться. Вы посмотрите, эта оптимизация не идет только в школу. А какая оптимизация? Вы знаете, о чем я... Сперва вошли в два района, потом в восемь районов, а теперь все. Я не понимаю слово оптимизация, потому что когда у человека болит нога, вместо, чтобы ее лечить, давайте мы оптимизируем, мы отрежем эту ногу, да? Так будет получается. И получается? А так оптимизация, это быстрее. Давайте закроем школу и все. Вот и все. Короче. Своё мнение по поводу перехода в другой лицей высказали и сами десятиклассники. Тут учителей всех знают, они могут чем-то помочь, а там только будут реабилитироваться где-то год-полтора. Наши учителя лучше всех. Допустим, вот мы согласились, да, мы пойдем в Куршином, да? Вы куда пойдем, в реальную проблему или в гуманитарную? Ну, сколько там будет, 50 человек в одном классе? Вы так не сделаете, вы будете в разгрузки дать нас. Дворяйник. 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 Два гуманитарных, хорошо. Давайте сюда. Учащихся их родителей и педагогов поддержал и примар города Николай Николаев. Вы подчиняетесь министерству, выполняете его прихоть. Вы советовали с районным советом, перед тем, как вот этот бардак провести. В одной школе, в второй школе, и все полностью по району. Вы по району, вы запугали учителей, и запугали родителей. Надо приходить на районный совет и консультироваться, что надо делать. Вот я к дому кажу, у меня деда запрошу. И все кажу. Как пишу. Как отметил исполняющий обязанности председателя района Басарабяска Георгий Кожок, чтобы не было такого ажиотажа, как сейчас, начальнику управления образования следовало морально подготовить педагогов, родителей и учеников к новой реформе еще в конце учебного года. Что касается вопроса реорганизации этой школы, то решить его могут только советники райсовета. Этот лицей, он в собственности района находится. Что примет район 7 сентября, то и будет. До 7-го, до 7-го, 3-го наверняка приходим, как и есть. И я не знаю, Ольга Ивановна, как дальше будет побоиться или не побоиться. Это кого? Министра или Полея Петровна, или всех вместе взятых. Но если родитель подал заявление, вы его принимаете. Потому что вся республика будет исходить из реальной картины. Если 3-го числа по всей республике на национальном уровне будет проделываться какая-то статистика, и люди увидят эту картину, что это не так. Это идет вопреки с какими-то законами. Наверняка будут какие-то поправки. Однако такое решение вопроса оставила директора школы в полном замешательстве. Родители решили, что дети, и наше руководство решило, что дети должны идти в школу. А я не знаю, как быть. Заседание районного совета, на котором будут рассмотрены вопросы оптимизации учебных заведений, запланировано на 7 сентября. Продолжение следует...